МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немножко о том, что я расскажу. Когда речь идет о проблеме коммерции, и все знают, как она меряется, и что конкретно происходит. Спасибо Павлу, он немножко ясность в этот вопрос внес. Но еще меньше объективных цифр и понимания, тогда когда речь заходит про электронную коммерцию в Украине. Часто на Украине и других изданиях подвлекают иконографика с интересными цифрами, созданными западными сервисами аналитическими, западными проектами. В Украине все сильно по-другому. У нас карточками в интернет-магазинах меньше расплачивается, у нас и доставку нельзя аутсорсить так хорошо, как на Западе. И вывод простой. То, что работает на Западе, и в тех цифрах, которые отработают там, часто не работают у нас. Поэтому в докладе я расскажу о трех вещах. Первое. О том, как чувствует себя мобильная коммерция в мире. Покажу, насколько я знаю, впервые в Украине реальные цифры по мобильной коммерции здесь, сейчас, в Украине. И третье. Немножко постараюсь пролить свет на том, делать свое приложение, делать мобильный сайт, и каким он должен быть. Вроде слышал такого вопроса. В двух словах, на чем основана презентация, суждение которой я буду делиться. Непосредственно электронной коммерцией мы занимаемся более 9 лет и специализируемся на разработке и развитии интернет-магазинах. Среди клиентов, для которых мы решаем эту задачу, розетка, сокол, комфи, эльдората, тесноболис, конструкция, многие другие. Суть. Первая. Часть. Мобильная коммерция в мире. Значит, прежде чем показывать какие-то цифры, я покажу вот такой страшный слайд и поясню простую истину насчет цифр. Вот на этой конференции много звучит цифр, трендов, аналитики. Я вас призываю относиться к ним крайне злежно. Смотрите, что это. Недавно я участвовал в обсуждении с одним из наших клиентов, крупная розничная компания, всеукраинская, где было высказано мнение о том, что 48% розничных продаж в Соединенных Штатах приходится на и-комисс. Понятно? Электронная коммерция делает 48% розничных продаж в Соединенных Штатах. И клиент, на мой вопрос, неужели, показал статистику Министерства статистики Соединенных Штатов, где эта цифра фигурирует. Вот 2009 год, вот total 48%. Я прошу поднять руку тех, кто в это не верит. 48% и-коммерса в ритейле США. Окей, смотрите, правда на самом деле в том, что вот эти вот 48% относятся на подчеркнутый красный сегмент. Дело в том, что по американскому классификатору на и-коммерс отнесено все, что non-storage. Это катарозная торговля, это продажа по TV-шопу, это тоже и-коммерс, все, что не в магазине. Поэтому, когда любую цифру вы слышите, что-то куда-то растет, что-то куда-то падает, кто-то какие-то цифры называет, всегда спрашивайте себя и докапывайтесь до того, кто померял, как умеял, что умеял. Потому что цифры в отрыве от контекста, они зачастую губительны. Отсутствие объективной аналитики по Украине заставляет часто офлайн-компании делать феерические вещи в интернете. Итак, это мотивация к тому, чтобы к любой цифре, в том числе с моих уст, вы относились к дручевым. О мобильной коммерции в мире. Первое. В прошлом году Amazon упомянул, что они продали на 1,5 миллиарда долларов для пользователей мобильных устройств. При этом eBay в том же году продал на 5 миллиардов. У них был прогноз чуть меньше, 4,5. По факту они продали на 5 миллиардов. Надо сказать, что eBay где-то 2,5 года назад спрогревал очень четкую стратегию присутствия в мобильных устройствах. Самой дорогой, по-моему, покупкой стала машина Ferrari за 100-100 тысяч долларов, купленная с приложения для iPad. И у них этот сегмент очень сильно развивается. И третье. Это продажи магазина Guild.com на Black Friday в прошлом году на 30% состояли из заказов, сделанных пользователями мобильных версий. Guild.com, если кто-то не знает, это один из самых быстрорастущих fashion site, который продает одежду, которую долгое время многие не верили, что вообще можно продавать в онлайне. И, как показала практика, не только через онлайн она хорошо продается, но и продается через мобильные устройства. Кстати, одежда является лидером по росту в штатах. Сегмент одежды. Лидером по росту в штатах в объеме продаж и в относительном выражении. И третье. Это исследование Комскура серии на прошлого года о том, что 38% больше третьих пользователей перед тем, как совершить покупку, пользовались смартфоном. То есть они либо уточняли цены, либо делали заказ на сайте, но в любом случае процесс покупки для них прошел с коммуникацией через смартфон. Это все штаты в основном мира. В основном. Вот интересная статистика бизнес-инсайда. Что она показывает? Вот это рост продаж персональных компьютеров. Примерно 3-4 года назад сильно начали расти то, что мы сейчас называем смартфонами. И вот тут появились планшеты. То есть мы сейчас находимся где-то здесь. Важно понимать, что компьютер, телефон, планшет это все некий инструмент коммуникации с товаром. Мы можем прийти лично посмотреть, нам нужно кто-то усилие будет приложить, да, физическим. Но у нас определенное, когда восприятие будет о товаре. Или мы можем посмотреть его на компьютере, на телефоне, на планшете. Понятно, чем их меньше, тем больше особенностей. Но в количественном выражении пользователей и планшетов, и телефонов сильно становится больше. Но при этом, когда говорят о том, что смартфоны наше все, часто забывают, что пользователей обычных телефонов сильно больше. И вот здесь вы видите, что Android вырос. Это данные по всему миру. Вот здесь сильно вырос Android в последние годы. По-прежнему на втором месте по количеству устройств Apple. Но число пользователей старых телефонов по-прежнему сильно велико. И лидерство определится за счет того, куда мигрирует эта аудитория. Мое личное мнение, что, скорее всего, в нашей стране сильно вырастет Windows Phone благодаря всем пользователям Nokia, которых в Nokia в Украине, которые будут, скорее всего, переходить на продукты именно тоже Nokia, будучи лояльным к этому бренду, и, соответственно, будут пользоваться Windows Phone. Вот статистика, тут не очень свет соблюдаются, но я подскажу. Эта статистика показывает, где пользователь предпочитает решать свою задачу в телефоне, в приложении или в браузере. Что нам важно? Нам здесь важна цифра 73%. 73% пользователей предпочитают делать покупку в браузере, а не в приложении. Очень просто. Если вы зашли на сайт Amazon, у вас автоматически или директно на Amazon, и вам, наверное, будет напряжено сейчас качать аппликашку в полтора мегабайта, чтобы сделать заказ или уточнить цену. Если сайт вам позволяет решить эту задачу, то аппликашку вы ставить, скорее всего, не будете. Соответственно, это объясняет, что большинство действий и продаж соотчетляются тоже в браузере, не в приложении. На текущий момент именно так. И вот слайд, не относящийся к электронной коммерции, но которым я хочу проиллюстрировать очень интересный факт. Что здесь показано? Здесь показано соотношение доходов от рекламы к времени, которое посетитель, пользователь тратит на этот канал. На что нужно обратить внимание? Если смотреть на телевизор, то пользователи тратят много времени на телевизор, и там остается много денег от рекламы. В газетах пользователь тратит сравнительно немного времени по отношению ко всему остальному, но реклама в газетах стоит дорого. В интернет ситуация сравнивается, потихоньку эта тенденция к уравнению, но по-прежнему недооценена эффективность рекламы в интернет. А в мобильных приложениях, в мобильном интернет, пока бизнес не научился эффективно коммуницировать и зарабатывать, это значит, что на текущий момент пользователи проводят сильно больше времени в общении с мобильными устройствами, нежели оставляют там денег за счет рекламы. Для нас просто вывод в том, что они пока не до конца выработаны инструменты, благодаря которым можно действительно продавать пользователям мобильных устройств. Меньший экран, другой экспириенс, другая вовлеченность. Скорее всего, это все вопрос времени, но сейчас это именно так. Теперь то, что касается Украины. Здесь повторюсь, данные по моей оценке, по моей информации будут показаны впервые. Я должен пояснить на основании чего они собраны, откуда они взялись, для того, чтобы вы понимали, что стоит за этими цифрами. Помните первый слайд? Мы являемся сертифицированным партнером Google Analytics в Украине и оказываем услуги по консалтингу и анализу поведения пользователей на сайт многим и многим интернет-магазинах. Тем, которые являются нашими клиентами, как пользователи нашей программной платформы, и тем, которые не являются. Для них мы решаем простую задачу, это лечение, например, со средним лечением. Так вот, в ходе всего этого анализа мы собрали определенные данные, то есть данные собраны с помощью Google Analytics, данные собраны с помощью насайтового кода, и эти данные я вам сейчас собираюсь представить. Итак, немного об интересной статистике. Первое. Это соотношение посетителей и заказов украинских пользователей в украинских интернет-магазинах. Что оно показывает? За год количество заказов, которые делаются пользователями мобильных устройств, увеличилось почти в четыре раза. Уже сейчас, в среднем по больнице, в среднем по рынку Украины, почти 2% заказов делаются с мобильных устройств. Что еще более интересно, доля заказов растет быстрее, чем доля посещения. Это значит, что конверсия увеличивается. И пользователь уже не просто заходит с мобильного устройства, он уже все чаще и чаще делает заказ. Но важно не только то, что он делает заказ, важно на какую сумму и с какой вероятностью. Это отличие конверсии, синий столбик, и среднего чека от отличия мобильных пользователей от всех остальных. На текущий момент пользователи мобильных устройств оставляют средний чек на 10-15% больше, чем пользователи всех остальных устройств. Всех остальных это аж компьютер. При этом конверсия у них тоже выше. То есть здесь, сейчас конверсия пользователей, который к вам зашел с мобильного устройства, выше, чем пользователь, который зашел с компьютера. Это связано с тем, что усилий надо предпринимать больше. Мобильный интернет, скорее всего, сложнее что-то выбирать. И заходит он именно для того, чтобы уже скорее всего сделать заказ. При этом степень адаптирования отечественных интернет-магазинов к мобильным пользователям пока не очень большая. То есть здесь очень большой потенциал роста. Я немножко в конце расскажу о том, как оценить потенциал роста для конкретно вашего сайта. Это сравнение посещаемости по платформам. В Украине на пользователей андроида приходится 48% посещений в интернет-магазинах. На iPad почти 34%. Это информация именно о посещениях, именно в Украине, именно для интернет-магазинах. Но что интересно, продажи выглядят немножко по-другому. Почти 60%, чуть больше 60% продаж делают пользователи iPad. При том, что на них приходится 34% посетителей. На Android всего 48% посетителей. Приходится только 29% продаж. Если ту же информацию мы сделаем в разрезе производителей устройств, получится еще интереснее. На Apple приходится 45% посетителей. И заметьте, что на горизонте виден только Samsung с 8%. Вот эта зелененькая, это все мелко нашинкованный пирог, в котором нет ни HTC, ни Asus, ни Asus, ни Nokia. То есть среди ваших посетителей 45% пользователей Apple, 8% Samsung и нечто все остальное. В продажах еще веселее. В продажах 69% это продажи пользователей iPad. Планшеты, действительно, пользователи планшетов сильно-сильно лучше покупают. У них сильно лучше средний чек, у них сильно лучше вовлеченность. И это делает определенную основу для выводов, которые я покажу дальше. Теперь о том, что делать и куда бежать на основании всей этой интересной статистики. Вот этот скриншот мобильной версии интернет-магазина, который мы сделали 4 года назад. Когда-то воодушевленный, в том числе, докладами Павла и некоторыми другими, я решил, что было бы здорово, если бы в Украине были мобильные версии для интернет-магазина. Я тогда пользовался HTC, если кто-то помнит, то Pocket PC были такие первые коммуникаторы. И было бы здорово, на мой взгляд, чтобы у всех магазинов в Украине был свой мобильный магазин. Мы сделали 4 года назад сервис, который позволял на основании XML-выпуски сделать мобильную версию, которая была специально адаптирована для мобильных устройств, и все было замечательно. Значит, на этом примере я хочу показать, какими вопросами мы задавались, разрабатывая этот сервис, и какими нужно было. Первое. Можно себя спросить, делать ли мобильную версию интернет-магазина? На этот вопрос сложно ответить объективно. Ну, наверное, да, давайте, наверное, сделаем. Но лучше себя спросить по-другому. А выгодно ли сделать мобильную версию интернет-магазина? И тут мы уже кое-что можем посчитать. Что значит выгодно? Скорее всего, разбираясь с вопросом выгода, мы зададимся вопросами, сколько это стоит, и сколько мы дополнительно можем получить. И тогда мы придем к вопросу, а рентабельно ли это? Окей. Для того, чтобы ответить на вопрос, рентабельно ли это, нам нужно узнать среднюю конверсию по пользователям адаптированных для мобильных устройств версий в магазинах, например, на около 3,5%. Сравнить с той конверсией для пользователей мобильных устройств, которые есть у нас сейчас. И таким образом мы можем прогнозировать, насколько увеличится конверсия у сегмента аудитории, мобильных устройств, если мы для них предложим специализированную версию. Ну, соответственно, зная долю посетителей мобильных устройств, при правильном встроенном Google Analytics, мы сможем прогнозировать, когда мы окупим расходы на разработку мобильной версии. Надеюсь, примерно понятно. У нас будет известно, сколько стоит разработка, и мы будем знать, насколько больше мы заработаем благодаря специальной мобильной версии. Но, к сожалению, это не последний вопрос, на котором стоит задаваться. Мы, честно говоря, остановились 4 года назад на этом вопросе и сделали этот сервис. Все было здорово, им пользовалось ряд магазинов. Впоследствии некоторые из них стали нашими клиентами, и мобильную версию получили в нашей платформе. Некоторые разработали свою мобильную версию, и, соответственно, им нужна была уже наша. И для нас это было рентабельно. Но вас, я призываю, задаваться другим вопросом. Приоритетно ли это? Если в магазине не наладил эффективный канал взаимодействия с покупателями за счет директ-маркетинга, если вы не можете ответить на вопрос, сколько вы тратите на привлечение, платное привлечение посетителей, которые у вас уже делали заказ, то мобильная версия, это, скорее всего, не то, где больше всего вы можете заработать здесь и сейчас. Развивая бизнес, всегда нужно отвечать на себя на вопрос, что для вас наиболее приоритетно развить. И, скажу честно, нам очень хотелось бы как можно быстрее сделать мобильные версии, как минимум для всех наших клиентов. сделать их для iPad, сделать приложения для Android, сделать их для iPhone. Я верю, что это принесет им дополнительные продажи. Я уверен, что это будет для них рентабельно. Но та проблема, о которой говорил Павел, что конкуренция на рынке разработчиков происходит на международном рынке, а не на локальном, она точно так же справедлива и для нас, и для любой компании-разработчиков. Наши ресурсы востребованы не только для украинских клиентов, а и для клиентов во всем мире. И, соответственно, решая о том, что разрабатывать, в какую приоритетность, какие усилия для этого стоит приложить, необходимо задаваться честным вопросом. Что наиболее приоритетно? Вот моя рекомендация, с чего начать. Если из всего этого вы хотите понять, куда бежать и что делать, я рекомендую сделать первое. Убедитесь, что у вас Google Analytics настроен правильно. 95% тех, кто обращаются к нам с вопросом, как увеличить эффективность сайта, сталкиваются с тем, что у них неправильно настроен Google Analytics. Google Analytics – это не счетчик. Недостаточно установить просто код в тело страницы. Есть шикарные инструменты работы с кастом-реймус для пользователей. Шикарные ивенты – это то, что позволяет убедить поведение ваших пользователей на сайте так, как будто бы они зашли в ваш флайл-магазин. Без правильной настройки нельзя будет сделать активных выводов об их поведении. Более того, если говорить об обидных сайтах, там есть вообще отдельная аппера для интеграции через вставку картин. В общем, есть своя специфика, и начать я рекомендую с того, чтобы убедиться, что код аналитикса у вас настроен правильно. Второе. Есть отчет, который вы можете увидеть в адресу Mobile Device. Он выглядит примерно так. Что он показывает? Значит, первое. Здесь вы можете увидеть долю посетителей, которые заходят на ваш сайт с мобильных устройств. В примере, которые я привел, их 2,46%. Вы можете увидеть, как отличается покупательская способность этих посетителей. Вы увидите, насколько выше средний чек. В данном случае он выше на 27% у этого сайта. И что самое важное, вы увидите объективно, какими устройствами пользуются те посетители, которые заходят к вам с мобильных устройств. Я многократно убеждался, что средняя температура по больнице здесь не есть. У каждого сайта это немножко по-разному. У кого-то может быть чуть больше доля андроида, например, гиковская аудитория. У кого-то может быть больше доля планшетников. Это свойственно, например, для женской аудитории сайта. Ну и, соответственно, на названии этого вы действительно сможете сделать объективный вывод, где ваши усилия и приоритетны, и сколько вы можете на этом заработать. Настоятельно рекомендую отвечать для себя на этот вопрос на названии объективных цифров. Единственное исключение из всего, что я сказал, может быть вызвано следующее. Вам все равно на рентабельность. Вы работаете на определенную перспективу. У вас есть скучающие разработчики и неосвойный бюджет. Вот в этом случае делать мобильная перспектива будет расти. Это себя оправдает. Это все. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. В Украине робоэффект является одним из самых значительных каналов привлечения аудитории. Робоэффект – это когда вы выбираете онлайн, покупаете в офлайне. Поэтому я не могу сказать, что я играю с такими пользователями этого приложения и не знаю истинных задач, которые закладывают разработчики. Но я предполагаю, что если оно, это приложение, решает задачу узнать, где находится ближайший магазин, в котором я могу приобрести нужный мне товар по понятной цене, то, скорее всего, оно будет оправдано. Единственное, что я бы, наверное, рекомендовал сначала все-таки сделать веб-дерсию. Но о конкретных результатах наверняка больше информации у из разработчиков. Поэтому, говоря об этом канале, когда это именно витрина, то, скорее всего, это мотивация именно кропоэффекта в офлайне. Кстати, если кому-то будет интересно, можно расшарить наш пост на Фейсбуке, на ООКС, вот здесь, на ООКСЕ. И мы пришлем презентацию, здесь есть ссылки в ней на исследования, данные из которых использованы в этой презентации. Там гораздо больше цифр и гораздо больше данных. Это исследования и бизнес-инсайдера, и Yahoo по мобильному доступу, и по мобильной коммерции датами сайта. Кто-то спрашивал, каким должно быть приложение для мобильных устройств. У Нильсона недавно вышло несколько статей в блоге о том, как отличается использование мобильного сайта по отношению к использованию мобильного приложения. Эти ссылки здесь есть, можете просто расшарить наш пост на Фейсбуке, и кто-то из моих коллег вам пришлет саму презентацию с этими ссылками. Нету ли у тебя? Здравствуйте. Я за мной. Здесь есть какие-то данные относительно данные, то есть, что происходит в блоге, из сайта любимого приложения. Должны уже, если вы подписали, из сайта любимого приложения, вы можете выросли выше еще. Так. Сайта, которого я не могу. Вас интересует, как увеличивается посещаемость сайтов, у которого есть мобильное приложение? Да, есть у вас такие данные? Нет, у нас такие данные нет. А каким образом можно просто увеличить количество пользователей мобильного приложения, если сайт уже достаточно хорошо посещается? То есть, ситуация следующая. Например, есть сайт, на котором порядка двух тысяч посещений в день, а количество пользователей, которые используют мобильное приложение, при этом очень мало. Какую задачу решает сайт для пользователей? Это e-commerce? Это что это? Ну, финансовая статистика, например. Первый стандартный инструмент – это показывать пользователям мобильных устройств, посещающих большой сайт, всплывающую плашку с информацией о том, что у вас есть такое мобильное приложение. Это делает корреспондент, это делает многие другие. Но я рекомендовал бы посмотреть на конверсию, то есть посмотреть на дуру тех, кто перешел, но не установил приложение. Возможно, у него большой размер, или, возможно, его спритшоты недостаточно мотивируют пользу от установки и скачивания этого приложения. А, ладно. Знаешь ли ты, как чувствует себя в мобильной коммерции закрытые шопинг-клубы? Поскольку у них продажи растут через день, насколько я понимаю, то в принципе приложения, они совершенно схожи, такой канал не натурные. Они пока не идиотные, этот акцент. В основном их акцент – это на увеличение через сайт. Я знаю, я знаю, что BVIP – это определенный инструмент, и, наверное, они их представят в каком-то обозримом будущем. Но пока это не то, с чего они начинают. Дело в том, что исконно коммуникация через мобильное приложение строилась через мобильный телефон, и email – это не совсем тот контакт, который удобно оставить, потом перейти в приложение для проверки почты, потом подтвердить почту. Это сильно сложнее, нежели через большой сайт. Поэтому по тем примерам, которые есть у меня, пока это до них не касается. Что касается просто продаж виртуальных товаров, мобильных, что я считал, в пополнении всего чего угодно, как с этим делается? В лидерах, в штатах как минимум. В Украине не видел статистики. Большинство электронных товаров действительно продаются через мобильные устройства. Но здесь надо понимать, что очень много продаж игр, мелодий, фильмов. Этого там очень-очень-очень много. У меня вопрос двойной. Во-первых, есть ли в Украине примеры использования оплаты кредитными картами из мобильных приложений? А во-вторых, есть ли в Украине примеры дистрибуции рекламных принтов, ритейлеров, в том числе на iPad? Первое, я точно знаю, что есть приложения и паркмоне, и приватбанка, в которых есть оплата через карту на приложение. И в основном она опирается исключительно на поддержку устройств. Я лично пользуюсь приложением на eBay, и там гибкая интеграция оплата через Paypal. То есть это работает. Но тут хорошо бы сначала разобраться с оплатой Visa Master вообще через большой сайт в Украине, а потом как-то идти к мобильным. То есть это сейчас точно не тренд для англопонятных платежей. А второй вопрос нет. Мне другие примеры не знакомы. Вот там вопрос последний в ряду. Меня зовут Санцин, такой вопрос. А что делать с вапом? Он умер, умирает и ждет высоту поделки. Давай не дай. Санцин. Есть еще? Окей, давайте поблагодарим. Спасибо. Спасибо.